24 мая по новому стилю является днем памяти создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Поэтому выбор даты пал именно на это число. Корни торжества идут из Болгарии, где впервые отметили этот праздник в 1803 году. В России начали праздновать день славянской письменности в 1863 году, в год тысячелетия с момента создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Тогда же Святейшим Синодом было принято решение каждый год почитать память святых братьев. Славянская письменность появилась в IX веке. Именно тогда был создан алфавит. Моравский князь Ростислав обратился к императору Михаилу III с просьбой перевести христианские богослужебные книги на славянский язык и отправить в Моравию учителей, которые смогли бы читать проповеди на родном для славян языке. Кириллу и Мефодию была поручена эта миссия. Император был уверен, что братья с ней справятся лучше всех. Славянская азбука была создана Кириллом. Ему помогал Мефодий и их ученики. 863 год считается годом рождения славянской письменности. Тогда и были написаны первые слова на славянском языке. Ряд экспертов утверждает, что первое предложение цитировала евангелиста Иоанна. Вначале было слово, и слово было к Богу, и Бог был слово. Когда Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык псалтырь, Евангелие и избранные службы, братья отправились в Моравию. Там они начали проводить богослужения на славянском и учить письменности. Всего святые составили два алфавита славянской письменности – глаголицу и кириллицу. Причем каждый из них использовался. Славянские рукописи также были написаны и тем, и тем алфавитом. Потихоньку кириллица вытеснила глаголицу, так как та была архаичной и более сложной. Сегодня День славянской письменности и культуры отмечают в восьми государствах – в России, Белоруссии, Болгарии, на Украине, в Северной Македонии, Сербии, Чехии и Молдове. Некоторые страны празднуют торжество в другие даты. В День славянской письменности организуются различные мероприятия – фестивали, ярмарки, концерты, научные конференции. Школы проводят уроки родной речи, на которых учащиеся рассказывают о вкладе Кирилла и Фодия в язык и культуру России. Наша библиотека тоже не стала исключением. В библиотеке имени Федора Абрамова проводятся ежегодно выставки, посвященные Дню славянской письменности и культуры, а также в этом году прошел замечательный душевный концерт под названием «Лишь слово, жизнь дана». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok